Если вы увидите на экране какую-то рожу, а вокруг темнота, знайте, это Рафинат Саунд. Всем привет, друзья! Под моими последними видосами часто я натыкаюсь на такой вопрос. Как ты обрабатываешь свой вокал? Может быть, это вообще какие-нибудь сторонние плагины? А может быть, в твой голос встроен компрессор? А может быть, на самом деле это и не ты поешь? Может быть, всему виной рептилоиды? Все очень просто. Ладно, так уж и быть, я вам сегодня все расскажу. И, возможно, вы удивитесь, потому что, во-первых, я использую только стандартные FL-овские плагины, а во-вторых, их всего лишь три и ничего необычного там нет. Ладно, поехали! Во-первых, сейчас, сейчас! Для начала набросаем какую-нибудь небольшую мелодию, сейчас в которой как раз и будет вот эта вот вокальная партия. Воздушная, ну и как вы любите. Я начинаю записывать, а не начинаю сверлить. У нас какая-то связь. Придется использовать этот глупый микрофон, который, я не знаю, спасет ли от этих гребаных звуков. Да заткнитесь, ради бога! Важно использовать синтезаторы, звуки, то есть вообще, в принципе, подходящие под этот вокал. И жанр музыки тоже должен быть соответствующим, потому что именно в таком вот пении и в такой обработке ни хрена не понятно, слов не разобрать. Все-таки это, во-первых, не каждому понравится, но и не совсем это будет гармонично, если вы, допустим, рэпчик так зачитаете, вот с таким вот, с такой вот обработкой. Но это что-то не то будет совсем. Нам нужно что-то такое расслабляющее, что-то такое вот на этих вот аккордах приятных таких... Ну, что-то такое. А вот сейчас пришло время вокальной партии. Что делаем? Вокальная партия должна состоять из простых каких-то строк, в которых несложные слова, которые легко тянуть. Ну и слов этих должно быть немного, чтобы прям вот, знаете, идеально вообще... Одна строка, одно слово. То есть вся песня состоит из четырех слов. Идеально. И знаете, я еще кое-что забыл. Кстати, есть такая довольно важная вещь, когда поешь. Желательно попадать в ноты, потому что... Ну как иначе-то все-таки... Я, конечно, понимаю, есть мелодайны, есть вот эти вот вещи, которым можно все исправить. Ну, ребят, ну, где настоящие таланты? Посмотрите, кто у нас сейчас в топе, кто у нас в чартах сейчас вертится. Ну, это просто какая-то вот странная вещь. Давайте, ребят, учитесь. Когда мы записываем вокал, у нас есть два пути. Один из них правильный, другой неправильный. Но, что интересно, оба прокатывают. Как вы видите на этом огромном экране, мы в микшере специально для вокала выделили одну дорожку, чтобы записывать вокал. Естественно, как обычно это и происходит. Мы можем сразу наложить сюда эффектов, например, ту же самую реверберацию. И записать так. Плюсы в чем будут? В том, что мы будем сразу слышать с эффектами свой вокал, как нужно микрофон держать, допустим, как нужно петь, чтобы звук был как раз вот такой подходящий. Но лажать нельзя, потому что мы не сможем потом выпрямить вокал, либо это будет звучать очень сильно неправдоподобно. Иногда я делаю и так, но приходится перезаписывать по нескольку раз, чтобы был как раз идеально записанный фрагмент. Естественно, как вы догадались, это был неправильный способ, потому что правильно записывать вокал, когда у тебя все эффекты выключены. Естественно, потому что ты можешь исправить потом все, что ты там налажал, что-то обрезать, что-то добавить, каких-то эффектов наложить, что-то там подтянуть голос, ну и так далее. Но это способ, который затрачивает больше времени. Но я был коварен и обманул вас, потому что есть еще и третий путь, который позволяет нам и то, и другое. То есть записать вокал без эффектов, чтобы их потом обработать, и в то же время, когда поешь, слышать себя с эффектами. Как это сделать? Очень просто. У нас есть пустая дорожка микшера, на которую мы сейчас положим реверберацию для вокала. Как обычно я настраиваю реверберацию? Во-первых, вот эта вот крайняя самая ручка, она отвечает за относительный уровень реверберации. Обычно я поднимаю ее практически на максимум. Примерно до, ну, 100%, например. Затем мы идем немножко левее и регулируем ручку Decay, которая будет регулировать спад нашего сигнала. То есть чем больше она выкручена, тем длиннее у нас будет эхо. Я ее обычно ставлю примерно вот на такую вот позицию. Где-то так вот, 6,2 секунды. Может быть меньше, может быть больше, в зависимости от того, как вообще в песне это будет звучать. Но в основном вот где-то так. Затем у нас есть ручка Low-Cut, которая регулирует срез нижних частот, которые нам не нужны. Допустим, это комната, гул какой-то издает. Вот мы это все срезаем. То есть примерно там где-то на 1000 Гц. Ну, как-то так. Это все, опять же, примерно, ну, как-то так. Плюс дополнительно к этому я могу поставить эквалайзер и срезать там низы еще. Примерно вот в такой позиции это все. Кроме того, можно поставить сюда дилей. Всего лишь подвинуть ручку тайма на один вверх. Всего лишь убираем уровень дилея в миксе практически на минимум. И все. И все. И больше я ничего не делаю. Вот и вся хитрость. И теперь какая у нас задача? Чтобы при записи мы эффекты голоса слышали, но эти эффекты не записывались. Идем на соседнюю дорожку. Выбираем наш input. Это как раз наш микрофон. Здесь никаких эффектов, ничего не трогаем. Вообще ничего здесь больше не трогаем. Но делаем сцент на соседнюю дорожку с эффектами. Работает? Работает. Теперь мы можем смело записывать наш вокал. Здравствуй, слава. И теперь, когда у нас вокал записан, есть вот раз и два кусочек. Второй это второй голос, соответственно, я записал. Нам нужно будет положить их на ту самую дорожку микшера, на которую мы поставили эффекты. Вот они. И вся обработка закончилась на этом. Дополнительно могу только сказать, что вы можете одну и ту же партию в одной и той же тональности спеть дважды. Немножко развести ее по каналам. То есть будем считать, что это вот и это. Это одно и то же, только спетое два раза одинаково. Одну немножко левее, другую немножко правее. Те же самые дорожки микшера. Вот и все. То есть это будет более объемно. Это будет еще более космически, так сказать. И все. Продолжение следует. Раста-раста Ну вот и все, как вы видите, ничего особенно сложного там и не было Да в принципе вообще ничего сложного Надеюсь вы все поняли, надеюсь вам это все пригодится Пишите в комментариях, что вы хотите от меня в следующих видео Ну и естественно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны Плюс еще инстаграм, телеграм, вконтакте и вот эти все дела Спасибо, что смотрели, всем пока А что ты ждешь-то, я больше ничего не скажу Хотя нет, знаешь еще